В день охраны труда состоялся брифинг региональной службы коммуникации с участием руководителя управления инспекции труда Асилулана Досжанова. По его словам, снижение уровня производственного травматизма – одна из главных задач, для решения которой инспекции принимаются необходимые меры. Для проведения данной работы постановлением правительства утвержден план действия по обеспечению безопасного труда в стране до 2025 года. В прошлом году инспекторами труда в рамках акции «Безопасный труд» был осуществлен выезд на 20 промышленных и строительных предприятий. Инспекторы ознакомились с условиями труда сотрудников, по итогам которых работодателям были даны рекомендации по устранению выявленных нарушений. Более 600 работникам даны разъяснения по внесенным в трудовое законодательство изменениям, вопросам безопасности и охраны труда. На предприятиях области созданы и действуют свыше 400 производственных советов, в задачи которых входит предупреждение производственного травматизма, а также организация проведения проверок условий труда на рабочих местах. С целью усиления надзора за безопасностью и охраной труда глава государства инициировал проект «Народный контроль». На сегодняшний день 6 предприятий области внедрили данный проект «Народного контроля». Также в целях безопасности условий труда 121 предприятия области внедрили международные и национальные стандарты по безопасности охраны труда, 33 предприятия привели аттестацию производственных объектов по условиям труда. В целях поддержки концепции 82 организации области зарегистрированы на официальном сайте Вишен Сырн, как КПД, поддерживающий охрану труда. Благодаря принятым мерам в 2021 году наблюдалось снижение производственного травматизма на 20,4% по сравнению с предыдущим 2020 годом. В прошлом году зафиксировано 74 несчастных случая, 52 из них определены как связанные с производством. Количество пострадавших снизилось на 20,2%. Интересно, что больший процент несчастных случаев зафиксирован в бюджетных организациях. Второе место занимает сфера строительства, на третьем сельское хозяйство и легкая промышленность. В бюджетных организациях в сфере образования, здравоохранения характер травм выражается в падении работников вследствие их грубой неосторожности, а также неподготовлении территории места работы к погодным условиям. Это лед, снег и снег. И дорожно-транспортные происшествия на транспорте организации. В сфере строительства это падение работников с высоты вследствие недовлетворительной организации участка производства работ и необеспечение работников средствами индивидуальной защиты. С начала года произведено 29 специальных расследований несчастных случаев. В 16 из них доказана связь с производством. Пострадало 18 работников, что на 21,7% меньше по сравнению с прошлым годом. 10 человек получили серьезные травмы, пятеро погибли. Ко всем несчастным случаям привел человеческий фактор – отсутствие контроля со стороны работодателя, а также несоблюдение техники безопасности самими работниками.